Здравствуйте дорогие друзья и очередной разбор катушки от Рамзи Хасанова для канала Первая Фишинг. Практически уже наступила весна, скоро паводок, большая вода, мощный поток, сильное течение, большие груза, тяжелые кормушки. И в связи с этим возникает вопрос, что же взять для таких условий. И кстати в личку приходило много сообщений с вопросом, вот я взял удилище 4.20 тестом 180 грамм, какую можешь посоветовать катушку. И поэтому хочу представить вашему вниманию катушку от компании Nautilus с названием Epic Heavy Method 6000S. Катушка Heavy Extra Heavy класса, по идее предназначена для ловли в стиле метод, но я думаю она также идеально подойдет для удилищ Heavy Extra Heavy класса с тестами наверное до 200 грамм. По крайней мере я буду использовать эту катушку на своем удилище Zemex Rampage ростом 4.30 тестом до 200 грамм, Rampage Extreme Feeder по-моему называется если не ошибаюсь. Посмотрим как она себя покажет на данном бланке. Значит давайте быстренько пробежимся по техническим характеристикам. Передаточное число 4.6 к 1. Подшипников на борту 9 плюс 1. Вес 515 грамм. Значит вместительность 0.22 220, 0.25 150, 0.30 110. Эта катушка имеет две модификации 6000S и просто 6000. Отличие просто 6000S от 6000S это глубокая шпуля. В остальном обе катушки абсолютно одинаковые. У меня 6000S так как я ловлю только на полиционные шнуры. Монолески нигде и никогда не использую. Ну за исключением поводков. Так значит что дальше. Здесь на английском написано 9 плюс 1 подшипников. Графитовый корпус. Катушка имеет бесконечный винт. Алюминиевая шпуля облегченная. Эргономический кнопок софт-тач покрытием на подшипниках. Ну и в целом что-то в этом роде. Кто на английском понимает ставьте на паузу, переводите, читайте. Ну как-то так. Посмотрим комплектацию. Катушки у них как всегда в пакете. Далее чехол тряпочный, бархатный. Кинематическая схема. Взрыв схема, да, другими словами. Ну и регулировочные шайбы для регулировки намотки. Все, запасной шпули нет. Сразу хочу заметить первый плюс у этой катушки. Это вкручивающаяся ручка. Уже большой плюс. Катушка имеет систему медленной подачи шпули. Смотрите сами как медленно двигается шпуля. Вот так вот выглядит сама катушка. На мой взгляд очень прикольно. Корпус и юбка имеют такой вот защитный цвет. Цвет хаки еще его вроде называют. Ручка, шпуля, ротор. Все это в черном цвете. Прикольно так смотрится. Послушаем как работает катушка. Ход у катушки для такого размера, я бы сказал, достаточно легкий. Легкий старт. Не тяжело идет. Ручка вот крутится под своим весом. Давайте пройдемся по классике под люфтам. Люфт главной пары. Чуточку прям присутствует. Несильный, технологический скажем так. На ручке тут имеется такая вот резиновая накладка. Транспортировочная называется. Не сразу ее заметил. Люфт кнопа. Чуть-чуть прям присутствует. Ощущение шикарное. Написано, что кнопка крутится на подшипниках. Сейчас вскроем, посмотрим. Ротор. У ротора отсутствует люфт вообще. Ни поперечного, ни продольного люфта здесь нет. По люфтам плеч. Слеганца прям присутствует. Присутствует. С одной стороны. С другой стороны вообще не чувствую люфта. Так, открывание, закрывание дужки. Четенько. Пружина достаточно мощная. Четко открылась. Четко закрылась. Никаких постукиваний, пощелкиваний нет. Так, значит, измерим длину фрикционного тормоза. Я уже тут подвел. Раз. Два. Два с половиной оборота. И фрикцион полностью зажат. Даже сдвинуть не могу. Можно сказать, средней длины фрикционный тормоз. Не быстрый, не слишком медленный. Два раза крутанул. И уже практически зажат. Давайте взвесим катушку. Ноль. 524 грамма. На коробке написано 515. Кухонные весы у меня не совсем точные, да? В целом 518 грамм, наверное, есть. Скорее всего, в этой катушке. Давайте покажу вам поближе шпулю. Шпуля в верхней части имеет такой вот скос для облегченного слета лески, да? Также к большому плюсу могу отнести наличие двух круглых металлических подпружиненных клипс. Одна черного цвета, другая такая вот серебристая, блестящая. Под каждой клипсой имеется подложка пластиковая для избежания травмирования вашей лески, да? Шнура. С обратной стороны подпружинено проволочной пружиной. И внутри имеет вот такой вот небольшой колодец с зубчатыми стенками. Давайте взвесим шпулю. Шпуля весит 99 грамм. Давайте замерим диаметр шпули. 0. По верхнему бортику 69. Почти 68,95. По нижнему. Также 69,9. Почти 70, короче. От бортика до бортика 31,5. Так, ну и длина лапки 67 миллиметров. Фрикционный пакет закрывает вот такой вот резиновый сальник. Предотвращает попадание влаги фрикционные диски. Давайте посмотрим из чего у нас состоит фрикционный пакет. Фрикционный пакет состоит у нас из трех фитровых и трех металлических шайб. Смазано достаточно хорошо. Домазывать мне придется. Измерим размер. 0,27,1 миллиметра. Так, значит устанавливается ли ручка на правую сторону? Да, на правую сторону все прекрасно устанавливается без каких-либо проблем. Давайте рассмотрим нашу ручку и кнопку повнимательнее, поближе. Значит, как уже говорил, ручка у нас вкручивающаяся в ведущую шестерню и складывающаяся одновременно. Люблю вот ручки вот такого вот плана. Вот так вот у нас выглядит кнопка. Т-образник. Soft-touch покрытие присутствует. Отца такая вот декоративная крышка. Кому может интересно будет, давайте взвесим. Ручка отдельно. Ручка весит 62 грамма. Так, длина ручки по центрам, по осям 89,1 миллиметра. Так, давайте вскроем, проверим наличие подшипников. Да, действительно, кнопка разборной. Видит, пошел тяжело. Вот с этой стороны присутствует фиксатор резьбы, бесцветный, скорее всего. Да, друзья, кнопка вращается на подшипниках. Достаточно крупных. В основном кнопку ставят 4,7,2,5. Здесь 5,8 на 2,5, скорее всего. Проверим. Мои глаза алмаз. 5,8,2,5. Да, 5,8 на 2,5. Послушаем, шумят, не шумят. Нет, не шумят абсолютно. Что один, что второй. Так, все это дело пока убираем в сторонку. Приступим к катушке. Значит, вот так у нас выглядит подшпульный узел. Катушка имеет естественную юбку, которая предотвращает попадание шнура лески под шпулю. Да, очень даже хорошо. Пуль у нас упирается на вот такую вот площадочку в виде чаши, да, в которой установлена ленточная пружина. И тут же установлены регулировочные шайбы. Также под ней установлена шайба толстая, которая все это дело у нас упирается на штоке. Далее у нас юбка. Под юбкой установлена таропластовая шайба. Под юбкой у нас установлено стопорное кольцо или стопорная скоба. Кому как удобно. Все очень даже хорошо и обильно смазано. Я бы сказал даже через чур. Так, извлекаем. Вот так вот выглядит. Устанавливается вот в этот вот паз. Далее откручиваем саморез крепления. Точнее саморез фиксации вот этой вот бронзовой гайки, да. Гайка откручивается по часовой стрелке. Извлекаем ротор. Так, сразу взвесим ротор. Ротор весит 108 грамм. Ну, плюс-минус 105 где-то. Вот так вот выглядит ротор. Есть такие вырезанные окошки. С внутренней стороны имеется два наплыва усиления шейки ротора. Толстые такие, мощные. И такие вот поперечные отливки. С другой стороны под гайкой у нас установлена такая вот шайба. По ролику лескоукладывателя тут вообще вопросов никаких нет. Все тут вращается шикарно. И минимальный-минимальный люфт самого ролика. Открутим, посмотрим, что у нас с роликом. Вот так вот выглядит ролик лескоукладывателя в разборе, скажем так, да. Со стороны дужки у нас установлена второпластовая шайба. Два подшипника, немаленьких, размером 5-8 на 2,5, скорее всего. Сейчас проверю. И со стороны плеча у нас установлена металлическая шайба. Смазано все очень хорошо. Снова проверяем размеры. 0, 5, 8 на 2,5. Точно. Очень классно, я бы сказал, наличие двух подшипников немаленьких для такой катушки. Хэви-экстра, хэви-класса. Очень даже... Кстати, вот так вот выглядит сам ролик. Внутри перегородки не имеет. Открутим плечо, посмотрим. О! Смотрите. Еще один огромный плюс. Наличие промежуточной втулки. Бронзовой или латунной. Латунной, скорее всего. Очень даже хорошо. Смазка присутствует с другой стороны. Прикольно. Молодцы. Так что у нас по механизму возврата дужки леска укладывателя. С другой стороны тоже установлена втулка, естественно. Механизм возврата дужки выглядит так вот. Пружина. Такой вот пластиковой деталью, которая упирает пружина толкателя. Маленький такой вот S-образный толкатель. Или Z-образный. И большой вот такой вот толкатель самосброса. В целом механизм такого плана показал себя достаточно неплохо. По крайней мере, проблемы с таким механизмом я не замечал. По ратуру как-то так. В режиме быстрой съемки сейчас все соберу обратно. Как было, да. И перейдем к корпусу катушки. Винт крепления дужки ролика леска укладывателя имеет такие вот насечки. Как обычно, да, самые фиксирующиеся. Поэтому нанесение фиксатора лесбы не обязательно. Так, ну по ратуру все. Переходим к корпусу. Так, открутили нижнюю декоративную накладку. Крышка корпуса крепится у нас на пяти саморезах. Так, саморезы складываем, как стояли на корпусе изначально. Крышку снять не дает верхний вот этот вот пластиковый кожух, который прижимается металлической пластиной. Подшипник остался на валу. Вот так вот у нас выглядит механизм катушки. Довольно-таки мощный толстый шток. Мощные направляющие. Металлический бесконечный винт. В общем, сейчас разберем, посмотрим поподробнее. По наличию смазки можете видеть сами. Под ротором была установлена одна шайба металлическая, дистанционная. Снимаем пружину. Планец, в котором сидит головный подшипник, слишком плотненько сидит. Прям очень плотно. Вот так вот выглядит блок обгонной муфты. Верхний головный подшипник. Такой вот обойме, алюминиевый. Далее сам игольчатый подшипник. Она же обгонная муфта, достаточно большая, с крупными роликами внутри. Стулка и еще одна шайба. Вот так вот выглядит пиньон. Она же ведомая шестерня, да? Пиньон у нас вращается, упираясь верхней частью головным подшипником. В нижней части хвост у нас упирается в отверстие отливки корпуса. И вот так вот вращается. Люфт бесконечного винта здесь минимален. Регулировать дистанционными шайбами не придется. Зазор отрегулирован хорошо. Так, снимаем две направляющие металлические и каретку. Вот так вот выглядит каретка. Такой вот нож, бегунок, кто как называет. И получается одна направляющая у нас устанавливается, вот проходит через отверстие в каретке. Вторая вот в такую вот воемку. Достанем второй подшипник. Оба подшипника здоровые. Так, здесь установлен упор. Вот такой вот. Вынимаем наш бесконечный винт. В нижней части установлена дистанционная шайба и подшипник. Такая вот шестереночка черного цвета. И в верхней части тоже установлен подшипник. Сейчас попробуем достать. Подшипник сверху. Также над верхним подшипником у нас установлены две дистанционные шайбы. То есть к регулировке бесконечного винта тут получается уделили внимание. Так, ну и еще одна есть вторичная паразитная шестерня. Такой вот штук у нее. Ну и вот так она выглядит. Сама двойная штыренка. Ну и в целом все. Катушка у нас полностью разобрана. Тут в прижимной пластине присутствует отверстие. Оказывается, я тут доставал с внутренней стороны, мучился. Можно было отсюда вот так вот толкнуть и все выпало бы. Вот, ну как-то так. Переключение стопора обратного хода. Здесь производится вот таким вот рычагом и подпружинено такой вот пружинный булавочного типа. Так, значит, что касаемо каретки. Сразу хочу заметить, что все винты сидят на фиксателе избы. Прижимной пластиной дистанционная шайба установлена. И вот так вот выглядит у нас нож, бегунок нашего бесконечного винта. На подшипник заменить, к сожалению, не удастся. Так, ну что, давайте для начала посчитаем количество подшипников, а потом произведем замеры. Значит, раз, два. Два подшипника опорных, ведущий шестерн. Три. Головной подшипник, ведомый шестерн. Четыре. Пять. Два подшипника опорных, бесконечного винта. Шесть. Семь. Два подшипника установлены в кнопку. Восемь. Девять. Два подшипника установлены в ролик лескоукладывателя. И плюс один, соответственно, обгонная муфта, он же игольчатый подшипник. Вроде все. Производитель не обманывает. Все подшипники на месте. И установлены в самых нужных местах. Значит, давайте замерим. Начнем с опорных. Ноль. Девять. На семнадцать. На пять. Мощные подшипники. Второй такой же, абсолютно одинаковый. С двух сторон стоят. Проверим. Девять. На семнадцать. На пять. Так, головной. Девять. Семнадцать. Пять. Такой же. Кноби-2 сказал. Пять-восемь, два с половиной. В ролике лескоукладыватель тоже сказал. Два. Пять-восемь, два с половиной. И получается опорники нашего бесконечного винта. Три. Шесть. На два и пять, скорее всего. Да, на два и пять. Три, шесть, два и пять. У нас установлены в опорах бесконечного винта. Что касаемо штока. Шток у нас пять с половиной миллиметров. Направляющий. Три. Одна. Вторая такая же, наверное. Да. Три миллиметра. Ведомая шестерня. По зубьям. Десяти четыре. Высота. Двенадцати семь. Ну и, конечно же, диаметр ведущей шестерни. Да. Всех интересующий вопрос. Тридцать семь миллиметров почти. Высота зубьев. Два и три миллиметра. Ширина. Три с половиной миллиметра. Так. Паразитная шестерня. Пятнадцать с половиной. Может, кому интересно будет. Три и три. Вторая паразитка. Пятнадцати шесть. Три тридцать пять. Так. Обгонная муфта. Двадцать один и шесть. Высота. Или толщина. Семь миллиметров. Вдруг кому интересно. Втулка. Одиннадцать миллиметров. Высота. Одиннадцать миллиметров. Вот. Ну, вроде. Все замерил. Все измерил. Давайте, наверное, приступлю к сборке в обратной последовательности. Кстати, хочу обратить внимание, что смазка тут нанесена разная на бесконечник. И нож бегунок, да, нанесена такая вот белая смазочка, которую выдавила вот здесь, вот в этой части. А на шестеренке нанесена более темного такого коричневатого цвета. Всю эту выдавленную смазку я буду наносить обратно. Верхний опорный бесконечный винт вместе с дистанционной шайбой на месте. Соберу всю смазку, чтобы нанести обратно. Так, бесконечник установили. Наносим смазку всю. Винты крепления штока, как каретки, тоже сидели на фиксаторе резьбы. Здесь практически все собрали. Устанавливаем ведущую шестерню по меточкам. Каретка внизу, метка стоит. Ведущую тоже поставили по метке. Была установлена одна дистанционная шайба на ведущую шестерню. И закрываем все это дело крышкой. Саморезы, естественно, каждое свое место. Продолжение следует... Так, ну что, друзья, катушку разобрал, все замерил, все показал, собрал. Сейчас давайте намотаю леску, точнее плетеный шнур и покажу вам, как катушка мотает. Так, друзья, намотал я шнур 0.12. Вот так вот катушка мотает. Здесь вот имеется небольшой наплыв, не сильный. Это в процессе регулировки я убрал две шайбы, пластиковые регулировочные. Здесь завода было почему-то установлено три. Я оставил одну. И вот так вот как-то получилась намотка. На мой взгляд, очень-очень даже хорошо. На твердую пятерку, можно сказать. При приобретении вами этой катушки, если будет установлено три, сразу две убирайте. Чтобы не было вот такого вот наплыла снизу, да? Так как стояло три. Шпуля стояла чуть выше, получается. И леска у нас мотала в нижней части больше, чем нужно. В целом, намотка прям идеальная. На катушках с бесконечным винтом, в принципе, всегда намотка очень хорошая. Ну, в общем, как-то так, друзья. Такой вот получился обзор с разбором катушки Epic Heavy Method 6000S. Вначале не сказал. Катушка является топового сегмента. Одна из топовых катушек от компании Nautilus. В пидорном направлении, да? Для Heavy и Extra Heavy класса. Стоимость этой катушки в районе 12 копейками тысяч рублей. Но если вам интересно мое мнение о данной катушке, на мой взгляд, эта катушка стоит своих денег. Значит, подводя итоги данной катушки, по плюсам можно сказать, это, конечно же, наличие бесконечного винта, который вращается на двух шарикоподшипниках, да? Кручивающаяся и складывающаяся ручка, кнопка на двух шарикоподшипниках. Ролик лескоукладывателя вращается у нас на двух шарикоподшипниках. Два опорных подшипника нашей ведущей шестерни, немаленького размера, да? Мощные и большие стоят. Наличие втулок на полуосях рогов ротора, да? Наличие подшпульной юбки, которая предотвращает попадание лески. Ну и единственным небольшим минусом у этой катушки, можно сказать, что хвост пиньона у нас опирается и вращается в отверстие отливки корпуса, да, скажем так. Ведомая шестерня имеет один головной подшипник. Ну, в целом, не сказать, чтобы прям вот такой большой минус. На рынке очень большое количество катушек, которые имеют такого же плана механизмы, да, скажем так, когда хвост пиньона упирается в корпус. У меня в арсенале есть катушка Флагман Монтерей Элит Хэви Фидер 6000, это которая белая. У нее абсолютно то же самое. Она имеет верхний головной подшипник и в хвост упирается в корпус также. Флагман Биг Пит тоже абсолютно также имеет верхний головной, хвост упирается в отливку корпуса, да? И, несмотря на это, эти катушки работают очень-очень долго при должном обслуживании, бережной эксплуатации. Такие катушки, в том числе и эта на Утилус, будет радовать вас не один сезон. Единственная рекомендация, совет, да, лично от меня. После покупки катушки и после эксплуатации в течение одного сезона, да, я рекомендую вам сделать ТО. Произвести техобслуживание, замену смазки, регулировки. Не конкретно этой катушки, а вообще любой катушки в целом, так как в течение сезона, да, там 5, 10, 15 рыбалок, идет момент притирки деталей. Шестереночки притираются, да, и смазка начинает темнеть. И если не заменить эту смазку, то в дальнейшем эта потемневшая смазка уже будет работать как притирочная паста. То есть она будет способствовать дополнительному и повышенному износу деталей. Поэтому купили, сезон отрыбалили, отдали на ТО. Мастер вам пересмажет, отрегулирует как надо. И после этого вы сможете там в течение 2-3 сезонов больше о ТО не вспоминать. Ну, если вы, конечно, любитель. Если вы спортсмен, это постоянные тренировки, соревнования, быстрая вымотка, где-то там неаккуратность, где-то торопливость. Поэтому, если вы спортсмен, значит вам надо производить техобслуживание катушки каждый сезон. Сезон отрыбалили, спортивный, в зиму отдали мастеру. В общем, как-то так.